Вот, Оль, ты заметила, что последний митинг закончился почти две недели назад, но его до сих пор разгоняют. Да, заметила. И разгоняют всеми способами, хотя, наверное, солирует другое событие. Вот если бы у Владимира Путина было бы чуть получше с вокальными способностями, он, вероятно, снова сел бы к роялю и, глядя в портрет Явлинского, спел бы «Ваши слюни пахнут яблоком». Конечно, вылизывание сандалий фараону – это очень важная процедура, но зачем оставлять на них столько слюней? Он был бы прав. И вот мы говорим действительно о бедняжке Явлинском и о том, что его судьба решалась, и мечта попасть в следующую думу, снова встроиться в цикл полумиллионной зарплаты оказались настолько сильны всемогущи, что он совершил этот публичный акт, публичные гименопластики. И получилось, надо сказать, у него не очень изящно. Неловкость, по-моему, испытывали даже вот эти хирурги из администрации президента, которые привезли несколько плев политической девственности на выбор. Явлинский выбрал перламутровую в горошек и, сдерживая рыдание, он совершил вот это публичное восстановление политической девственности, прилепил себе перламутрового цвета и думал, что, повязав еще на кудре бант, он сможет снова в припрыжку, прикинувшись политической девочкой, пробраться на насиженное думское кресло. Вообще, конечно, надо сказать, что Явлинский демонстрирует какую-то феноменальную наивность. Уж ему ли не знать, как Кремль умеет кидать и как, разочек попользовавшись, он уже потом не вспоминает ни о каких заслугах. Потому что Явлинского раскрутили на пасквиль, на сидящего в тюрьме, обездвиженного, с заткнутым ртом, не имеющего возможности ответить человека. Я имею в виду на пасквиль про Навального. И к Навальному, конечно, можно относиться сколь угодно критично, но сейчас он в застенках, что автоматически гарантирует ему, в общем, больше, чем неприкосновенность. И любой выпад автоматически приравнивается к избиению ногой в лицо парализованного. До какой степени этот экзерсис украшает Явлинского, я не понимаю. И понимаю только, что яблоко достигло точки пюре. И что его партия несчастна. Я не знаю. Вы, кажется, не совсем поняли, что это было. Потому что в стремлении попасть в Думу, как бы, Явлинскому нельзя было этого делать. Он просто искренне сказал то, что он всегда думал о Навальном. Просто неудачный момент выбрал. Ну, ты знаешь, это совсем неудачный. И, скорее всего, избирателей потерял, чем приобрел. Так что, извините. Ты знаешь, тут есть один избиратель, который определяет, кто проходит в Думу, кто не проходит. И вот для этого одного избирателя это было все произнесено. А вся остальная массовка, что она думает об игре главного героя, ведь не играет никакой роли.